А ягфиру Аллаху ли? Простите ли меня Аллаху Субхануа Таиле? И Аллах не спасла в этом, спасла в этом момент Айя, из Сорда Зумар, где сказал Не только принял Ислам, он стал героем Ислама, Он рвался в бой и говорил, не останавливайте меня, вы столько благодеяний совершили, а я боюсь не успеть, боюсь не успеть, и он ушел героем, Субхануа То есть смотрите, он начинает с высшей степени, он не сказал, для какого пророка, какому пророку принадлежит, какому шахиду принадлежит, какому праведнику принадлежит, все нежно, когда Аллах сказал, это принадлежит тому, у кого есть цена за это, И там, и там проживают мусульмане, в огромном количестве в Российской Федерации и на Украине, и они вовлечены в этот конфликт, они вынуждены сегодня совершать самое страшное, что может произойти между братьями. Дорогие братья и сестры, салмалеку, мы сейчас находимся в священной Мекке у дома Всевышнего Аллаха, у первого храма Единого же на земле, с нашим дорогим братьем и шейхом Асхатом, он только что завершил умру, мы уже пожелали ему, чтобы Аллах Всевышний ее принял, чтобы очистил нас всех от грехов. Я сам здесь тоже совершил недавно умру. Только что завершилась наша встреча, новая встреча с муфтем Мекке, с шейхом Юсифом Аль-Бахусом, и мы снова говорили о том, как мусульмане могут стать гарантом мира, добрососедских отношений в наших странах. И, к сожалению, находясь в священной Мекке, нам приходится говорить о самом горьком, что может произойти между братьями, между соседями. Это страшная война, которая сейчас идет между Россией и Украиной. И я хотел бы обратиться к Асхат Хазрату с просьбой сделать напоминание мусульманам России, Украины и всех соседних стран. Как поступать нам в ситуации, когда конфликт уже разразился, когда пошли жертвы, когда уже вспыхнула ненависть? Как нам это пройти, преодолеть и вновь научиться жить вместе? Субханаллах мы сейчас находимся на самой лучшей богословенной земле на всей планете священной макка каждое действие здесь приумножается в 100 тысяч раз намазы и адекары кроме салавата салават в миллион раз потому что сказал один салават кто за меня сделает как будто 10 раз здесь умножить на 100 тысяч миллион поэтому разница аллаху муссалляна мухаммаду мухаммаду муссалям как будто мы сказали миллион и два здесь принимается около дома и как шейх руслан мы все англия верующий даже мы спрашиваем также и всех паломников арабов саудейцев и так далее все просят два чтобы не было двойные на этой земле чтобы был мир чтобы альхамду ля был мир во всем мире и просим аллах спантера в первую очередь чтобы у нас принял от нас эти два за хамду ля верующий как мы говорим желает мира для всех для всего окружения для всех альхамду ля когда мы расселим у алейкум мир вам не просто так мы желаем это на языке видя себе что-то мы сердце желаем альхамду ля мира что касательно вопроса после того как уже сейчас уже разразился так далее как жить дальше как дала сандра пройдет время тогда лично чтобы просил вас антара чтобы восстановились дни те которые были я прошу прощения и с российской стороны и с украинской стороны проживают во первых братские народы российские русские и украинские и там и там проживают мусульмане огромным количеством российской федерации и на украине и они вовлечены в этот конфликт они вынуждены сегодня совершать самое страшное что может произойти между брать хотелось бы вернуть и посмотреть подобные действия были в когда посланник аллаху чуть не убили сломали ему в брали сломали ему зуб посланник аллаху потерял на своего близкого дяди и после закончилась вот эта битва Прок Мухаммад начал взывать к Всевышнему и сказал О Аллах, прости мой народ, поистине они не знают Они не знают, что они делают, они не знают, кто я, с чем я пришел Они не понимают, то есть они прости их, О Всевышний Аллах Посланник Аллах просил дуа даже за тех, против кого он воевал сражался И он скрылся после того, как убил Хамзу, о котором говорили Он был тот, который защищал Посланник Аллах, когда он был жив Посланник Аллах, была живая защита для Пророка Мухаммада И когда он потерял своего дядю, это было очень больно на сердце Нашим любимым Посланник Аллах, и скрылся вахши И вел переписку с Пророком Мухаммадом, принял ислам И в одном письме пишет Посланник Аллаху Простит ли меня Аллах? О, Расулы Аллах, я Посланник Аллаха Сколько я сделал грехов, сколько я убил людей, сколько я выпил алкоголь Сколько я сделал прелюбодительствия, убил того, что я убил А я сказал Аллаху, простит ли меня Аллах И Аллах не спасла в этот момент айя И Соред Зумер, где сказал Скажи, ой, те люди, которые согрешили, которые покупали сами себя в своих грехах Не отчаивайтесь в милости Аллаха Аллах прощает все грехи Он Аллах прощающий и насердный И тогда Посланник Аллах, саллаху алейкумсалям, хотел перед тем, как ответить ему И Аллах, субхану алейкумсалям, по своим знаниям, мудрости, сказал Как было бы тяжко ответить Пророку Мухаммаду, саллаху алейкумсалям, за смерть Хамзы И сказать, да, Аллах тебя простит В тот момент, когда он так сильно любил, Аллах отвечает за Посланник Аллаху Я хотел бы вспомнить еще, знаете, что, две истории Первая, это история Иклима Ибн Абуджахина То есть человек, который 23 года воевал против мусульман 13 лет в Мекке, 10 лет в Медине И даже в день взятия Мекки, Фатханакка Когда все были прощены Когда Пророк Мухаммад Мил Благославини сказал Все прощены, кто в доме Абуджахина Он в этот день воевал против мусульман Был разбит и бежал на берег Красного Горького И даже после того, как он нарушил призыв Пророка Мухаммада Мил Благославини Сложить оружие Он сражался, убежал Его супруга вернула И он боялся, что Пророк Мухаммад Мил Благославини не просил Она сказала, он простит И как он пришел, вы помните? Когда он шел к Пророку Пророку Мухаммад Мил Благославини Что-то говорил Сейчас к вам явится такой-то Не порицайте его И он простил его И Крима не только принял ислам Он стал героем ислама Он рвался в бой и говорил Не останавливайте меня Вы столько благодеяний совершили А я боюсь не успеть Боюсь не успеть И он ушел героем Когда все раненые лежали с подвижниками Все просили воды Он взял чашу с водой и передавал Другим раненым Она пошла по кругу И когда уже вернулась к нему Уже сказал Субхану Аллах Субхану Аллах Субхану Аллах Прощайте Прощайте Миритесь Неужели вы не любите И не хотите Чтоб Аллах вас простил То есть если мы хотим Чтоб Аллах нас простил Каждый из нас грешен Что нужно сделать Нужно уметь прощать Уметь У меня часто Некоторые братья Обижаются Даже в строке писали Я как-то рассказал Я считаю Кто не может простить Это слабый человек Как так? Говорят Почему мы так берем Потому что Субхану Аллах Ты делаешь ради чего? Ради Аллаха Мы хотим Чтобы Аллах нас простил Поэтому мы должны научиться Так же прощать Альхамдулля Поэтому когда заповед Я говорю Альхамдулля Аллах Я всех прощаю Ради Аллаха Освобождаешь себя От этого Откроется заныц в рай Дворцы Ангар Реки Ащар Деревья Вот эти плоды Райские плоды И когда только в этот момент Тот который получил То что он должен был Получить Этот верующий Уже Альхамдулля Вернул то что Положено было ему Увидит этот рай И спросит В Аллаху Я Рабби Для кого это Для каких набий Это Для каких шахид Это Для каких салих Это О мой Господь Я Аллах Какому пророку Принвожит То есть смотрите Он начинает С высшей степени Он сказал Для кого пророка Для какого пророка Какому пророку Принвожит Какому шахиду Принвожит Какому праведнику Принвожит Все ниже Когда Аллах Субханаму Скажет Это Принвожит Тому У кого Есть цена За это Сколько это стоит Кто Может Купить Этот рай И у кого Нет На это Субханам Ты Говорит Можешь У тебя Есть цена За этот рай Какая Цена Прости 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 Этого Брата И будет В рай Тебе Я Простил Мой Господь Я простил И Аллах Субханам Скажет Возьми Своего Брата За руку И зайди В рай Субханам Какой Аллах Милый Какой Милостей Милосердной Что Аллах Какой Милостей Милосердной Субханам Поэтому Аллах Субханам Что Говорит Аллах Хочет Простить Вам А те Кто Следует Своей Страст Хотят Что Вы Еще Больше Больше Забили С Пути Свечного Аллах Хочет Облегчить Вам И Человек Сотворен Слава Я Вспомнил Еще Вопрос Который Задавали Одному Брату Это Было Интервью И Его Немножко Провокационно Спросили Что Будет Если Мусульмане Победят Мусульмане Стремятся К чему То Противостоят Американской Системе Вот Допустим Они Победили Что Они Сделали Что Будет Массово Резня Террор Ужас Кошмар Всех Казнят Ответ Все Будут Прощены Один Из Подвижников Закричал Сегодня День Пролития Крови Мясо Мясорубка Когда Была Открыть Семейки Прошу Аллах Мне Сегодня День Прощения Субхан Дорогой Хазар После Такого Напоминания Вот Теперь Конкретно Мусульмане С российской Стороны Которые Вошли Мусульмане С украинской Стороны Которые Попали Под огонь Пытались Защищать Свои Домовладения И Поднимают Родственники Теряют Своих Близких Закончится Это Когда-нибудь Закончится Мировое Сообщество Москва Киев Все Хотят Сегодня Прекращение Этого Крабролития Что делать Мусульманам Конкретные Шаги Вот У них Разбиты Сердца Они Оплакали Своих Близких Они Уже Похоронили Как бы Насыпаны Могильные Курганы Что Должны Делать Дальше Это Подключать Я не знаю Имамов Подключать Муфтиев Или Напрямую Искать В своем Сердце Силы Чтобы Обратиться К мусульманам России Или Со стороны России К мусульманам Украины Как начать Этот процесс Навстречу друг другу В первую очередь Ахамдуля Нужно понимать Ради кого Ты это делаешь Ради Аллаху Субхану Аллах Кабир Аллах Великий Аллах Субхану И Мы должны Понимать То что Произошло Это Было Пределено За 50 тысяч Лет До того Как Растворил Всевышний Аллах Для Тяжелейшее Испытание Для Нашего Поколения Чтоб Мы Смогли Достойно Проявить Достойно Проявить Аллах Субхану Для того Чтобы Вы Через Чур Не радовались То что Даровал Всевышний И Так же Чтобы Не сожалели О том Что Случилось Просим Аллах Субхану Ва Та Чтобы Дал Нам Возможность Иметь Такое Сердце Которое Может Прощать Мне Жалко Такого Человека Который Говорит Я Не Умею Прощать Я Не Смогу Прощать Это Многие Шейх Мусульман Из Братьев Которые На протяжении Многих Лет Так же Испытаны Умирают Погибают Наши Братья Угуру В Китае Наши Братья Верьми И так Далее В Палестине И так Далее Субхану В Сирии На протяжении Десятки Лет И так Это С ним Происходит Сейчас Мы Которые Я Не Там Когда В Завтра Помните Мы с тобой Тобис Разговали Виде Вот Он Стоит Показывает То Что Дорогой Хазар Я Искренне Вас Благодарю За Это Я Как раз Хотел Привести Конкретный Пример Как Это Может Выглядеть Примирение Очень Хорошо Знают Об этом На Кавказе Где Периодически Происходит Столкновение На почве Кровной Мести Убийство Там Существует Специальные Комиссии По Примирению Кровников Я Думаю Что После Завершения Боевых Действий Мусульманам Украины Мусульманам России Нужно Будет Сформировать Специальные Комиссии При Муфтиятах При Национальных Организациях При Примечетях Для Того Чтобы Разбирать Каждый Случай Это Займет Много Лет Десятилетие Это Займет Но Мусульманам Нужно Пройти Через Это Потому Что Без Примирения Верующих Двух Самых Близких Стран Не Будет Развития Не Будет Возрождения Мусульманской Общины Всего Постсоветского Пространства Всей Евразии Братья Я Понимаю Что Это Будет Очень Тяжело Но На Каждом Из Нас Лежит Ответственность Чтобы Начать Этот Тяжелый Но Необходимый Процесс Чтобы Заслужить Довольчество Всевышнего Барака Муфику Секлом Федер Продолжение следует...